Любимые мои, всех рада приветствовать на нашем с вами канале. Сегодня у нас, я записала 23 июля, я надеюсь, я не ошиблась. И у нас продолжается лето. Как вы видите, я довязала желтое платье, но я его давно довязала, я вам уже говорила. Проект заведомо был провальный, так что вам судить, я не буду говорить, нравится оно мне, не нравится оно мне. Я вам только расскажу, какими спицами, сколько петель, выставлю схему вам, а дальше вам судить, нравится оно вам или нет. И исходя из того, я буду отходить подальше, буду разворачиваться разными боками, чтобы вы посмотрели. Вот такой длины оно у меня получилось, и вот такое вот оно у меня, вот так оно смотрится. Еще раз повторюсь, не знаю, понравится вам или нет, но как вариант вязания такого платья, мне он понравился. Как вы все помните, у меня оставались два мотка желтых, и ни на что их не хватало. Это была и сетка, ну что только я не придумывала с этими двумя желтыми мотками. И я решила сделать желтый перед и черненький, черненькую спинку. Вот так вот у меня это получилось. Я не знаю, по вашим правилам можно так ходить или нет, потому что очень многие меня смотрят и говорят, что, Лариса, учи правила, учи правила и говорить правильно учись, и вообще все делай по правилам. Но сразу вам хочу сказать, никакие правила на меня не действуют. Я делаю то, что делаю, абсолютно без всяких правил. Если вам понравилось, пишите. Не понравилось, тоже пишите, потому что, ну, вместе будем обсуждать такие, ну, как сказать, не то, что неординарные модели, платье и платье, да. Но я считаю, что это вполне может быть спинка одного цвета перед другого цвета. Ну, еще что хочу сказать, если оно было бы однотонное, а в таком, в самом, ну, не то, что в самом хорошем, а в самом приемлемом варианте, кто вообще не готов такое воспринимать, то, если это платье будет все в черном цвете, в темном, то я думаю, что многие смогут такое платье одевать и ходить. Что сказала, не знаю. Так, ну, из чего состоит это платье? Это платье я вязала с джинс плюс, вязала спицами семеркой. Вот у меня осталось от двух мотков, от двух мотков у меня осталось, ну, вот столько. Черный у меня оставался, я вязала себе светерок такой, я вам показывала его, обычный светерок лицевой гладью. Вот, осталось у меня сетки кусок, не понадобился, то есть можно, мне можно было его довязать, чтобы оно было прямо вот, ну, прямо в пол, в пол туда. Я думаю, что сюда был бы хорошо черный ремень, вот так вот его под, ну, наверное, как вариант, это я вам говорю, как, 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 в принципе, в принципе можно было ремень засунуть, знаете, вот в эту дырку туда, под низ, и вот здесь вот его завязать. Хотела подружка прийти, но сказала, потом приду. Так, не отвлекаемся. Значит, спицы, семерка, вот такие вот спицы, специально завязала здесь ниточку, потому что, как я уже говорю, мне написали, что, Лариса, ты так много забываешь, и у тебя все падает, и ты сбиваешься с мысли. Но, девочки, согласитесь со мной, если у меня ничего не будет падать, если я ничего не буду забывать, если я не буду сбиваться с мысли, а будете вы меня смотреть или нет. Хотя, идем дальше. Схему ставлю, вот здесь вот я вам поставлю схему, и все это платье состоит из двух прямоугольников. Оно само провисает на горловине, само вот так вот делается, то есть это прямоугольник обычный. Здесь нет ни скоса плеча, ничего, обычные два прямоугольника, сшитые вот здесь по боку, вот так вот сшитые. Все, больше здесь не о чем говорить. Набирала я, опять же повторюсь, потому что будут вопросы, спица, семерка, набирала я 55 петель плюс 2 петли, 57 петель, 2 кромочные. Вот. Ну, вот так вот оно у меня получилось. Конечно, можно было его приталить вот здесь, в этих полосочках. На схеме показано там, где серая вот эта полосочка, все понимают, что эту петлю в конце ряда нужно скинуть. Опять же вам говорю, кто действует по правилам, тот это платье носить не будет, потому что я просто хочу обратить ваше внимание, если вы будете вязать, ну, я не думаю, что вы будете вязать это, но все равно объясню, как есть. Вот смотрите, здесь, видите, попадает какой кусок, а здесь этот кусок не попадает сюда, видите, они разные. Вот смотрите, вот эта дорожка, да, попадает на плечо, а эта дорожка попадает сюда, так что оно даже как бы не симметричное, это платье. Ну, если бы я вам не сказала это, то вы бы этого и не заметили. Еще, никакой отделки здесь у меня нет. Вот как было, видите, вот. Никакой отделки у меня здесь нет, ни по рукавам, ни здесь. Единственное, что у меня внизу я довязала кусочек лицевой глади. И то довязала просто, ну, потому что довязала. Можно было и так это все оставить. Вот, подклад там съемный. Да, вы будете говорить, что нужно было здесь побольше черного сюда подклада. Ну, какой был, такой и есть. Это у меня, знаете, дежурная такое, дежурная платьица под просвечивающиеся платьица. Вот так вот скажем. Ну, все рассказала. Больше об этом платье рассказывать нечего. Здесь я его зашила, как вы видите, да. Здесь прихватила, здесь прихватила и оставила вот такие вот, ну, в общем, не зашитыми оставила вот такие куски. Можно было зашить и оно бы было, ну, вот так вот смотрелось бы. Ну, вот все по-быстрому я вам, вот я вам успела рассказать это все за 5 минут. Схему я вам поставила. Два прямоугольника сказала. Ну, и все. Больше здесь рассказывать не о чем. Я вам буду рассказывать дальше, а вы пока будете смотреть на платье и составлять свое мнение об этом платье. Но еще раз повторюсь, что такие вещи, ну, неординарные я люблю. И, скорее всего, таких вещей, вот если на улице, по улице ходить, то мы можем встретить там тонким крючком связано, то есть спицами, как положено связано, ажурные, красивые вещи. Но таких вещей очень-очень мало, то есть когда вы берете нитки, большинство, когда берут нитки, они смотрят сразу на толщину нитки и какие рекомендованные там спицы и крючок. Я на это никогда не смотрю. Я делаю, то есть беру спицы или крючок под ту модель, которая мне нужна. То есть если бы я вязала вот это вот тем, что рекомендовано на этикетке, то оно бы, конечно, не получилось. И еще, чем толще спицу я беру, тем оно становится такое, знаете, оно, ну, не то чтобы льется, но оно такое, я не знаю этого слова. Подскажите, какое оно? Вот. Ну, все, про платье свое мнение я вам рассказала и его вам показала. Ну, вот так вот оно смотрится. Да, не хватает вот здесь вот черного цвета под низом, но это ничего страшного. Буду ли я его носить? Тоже не знаю, потому что подружки хотят, чтобы я его подарила. Ну, может быть, и подарю даже это платье. Не знаю. Вот. Так. И теперь дальше я вам покажу картинки и расскажу, что у меня происходит, что я начала вязать, что я собираюсь вязать, пока не скажу. Но уже знаю, если у меня начнет получаться, то, конечно, я вам это расскажу. Про куртку. Сегодня куртку я вам не буду показывать, потому что вяжу сарафан и у меня нитки. Так, давайте я вам сразу про куртку, а потом перейду к сарафану и к картинкам. Да, и сразу про куртку. Все, большинство из вас написали, что из куртки куртка будет косухой. Нет, косухой она не будет. Это будет куртка для спортивного костюма. Это будет у меня спортивный костюм. У меня есть серые вязаные штаны. Не знаю, вязанные или связанные. Это вы там мне напишите, конечно. Вот. И как раз под нее подойдет вот эта моя куртка. Будет худи. Худи с карманами будет, с капюшоном, ну и с рукавами тоже. Да, и она будет как раз коротковатая. И под нее у меня подойдут мои брюки, которые я вязала, ну, или два года назад, не помню сколько. Но я буду вязать еще одни брюки. Обязательно буду вязать брюки. Такие, чтобы они были пошире. Потому что куртка тоненькая, ну, коротенькая будет. И чтобы они здесь прямо были, ну, такие, пошире. В общем, с брюками мы потом с вами определимся. Что я вяжу? Я помню, я не забыла. Вяжу я сарафан углом. Сарафан углом, как вы знаете, я взяла нитки роза гарден. Сейчас я вам покажу их. И вот я уже довязала вот такой вот угол. Но кто мне писал вот такой вот угол? Вот. Это будет вот с такой полосой. Вот с такой полосой. Это будет где-то вот такая длина. Мне здесь осталось довязать, ну, чуть-чуть. Немножечко мне осталось довязать. И кто мне писал, девочки, что я все забываю и не помню, что я говорю, то я вам скажу, что да, это действительно так. Я начала вязать вот это. И вспоминаю, потому что я же вам говорила, что у меня летние сарафаны, я еще не доставала и ни один не одевала. Ни один не одевала сарафан я в этом году. Вот. Поэтому. И не то, что поэтому. Я вспомнила, что у меня есть черное платье, которое я вязала в прошлом году или в позапрошлом. Я не помню. Вот такое вот, ну, короче говоря, ну, в общем, полоски там то же самое, только принцип другой. Там платье было посложнее. Ну, в общем, такие полоски у меня уже есть. Так, давайте я вам сразу покажу, из чего я вяжу. Вот. Это розы гарден. Я его разобрала. Видите, вот я этот кусок, я вытащу отсюда. И у меня получится, я вяжу вот этим цветом, а полосочки я вяжу вот этими цветами, как идут, так и вяжу. Вот, смотрите. Вот, с синего угла я начала. Синяя полоса как идет, так и идет. А эти светлые полосы я делаю вот эти мелкие полосочки. Вот. Вот, значит, это я вам сказала. Вот так вот я их разделяю. Но были такие модели, был сарафан, назывался он на все размеры. Там я два мотка разматывала по цветам. Вот здесь, видите, несколько цветов идет. Но здесь очень хорошо они отмечены. Здесь, когда меняется цвет, там попадает такая маленькая ниточка. Я вам сейчас не найду здесь ее, но там видно, где переходит цвет. Так что вот это у меня пойдет второй моток. Но я не знаю. Конечно, он весь не уйдет. И еще белый цвет я здесь, скорее всего, использовать не буду. Но посмотрим, как получится. Так, и я вам... Почему я вам вспомнила тот сарафан, который черный у меня, тоже такими полосками. Я себе подумала, ну зачем мне два полосатых сарафана? Зачем? Вот. Да, красиво будет смотреться. Но я решила его, как идею вам подсказываю. Ну, то есть не то, что подсказываю. Я вам просто рассказываю, ну, на данный момент, что я хочу от этой полоски, чтобы не повторяться. Значит, смотрите, как это будет. Это будет сарафан. Вот так вот будет. Эта полоса пойдет почти сбоку, но я хочу, чтобы она вышла у меня на сарафан. Вот так вот это будет. Видите? Здесь еще другой вопрос. Здесь или я продолжу также вязать эту лямку, или я сделаю здесь, есть у меня еще вариант одной лямки, но это я сильно задрала, где-то вот так вот это будет, или полоска пойдет вот так наоборот. Это я посмотрю, я еще не знаю, как это будет. Так что вот я вам показала и рассказала, чем я здесь занимаюсь. Вот такой вот вяжу сарафан. Вяжется довольно-таки быстро. Вяжу я крючком номер 4, опять же, не по правилам, потому что на нитках написано, не помню какой крючок, но точно не четверка. Вот. Если кому-то интересно про эти нитки, заходите в интернет, и там набирайте, там все написано, и цветов там много выставлено. Вот. Рассказала про что, про платье рассказала, про то, чем занимаюсь, я вам рассказала. Теперь хочу показать вам картинки. Картинки мне понравились, интересные. Не знаю, как вы к этому отнесетесь, но шесть необычных платьев, как бы для меня, ну не то, чтобы как бы необычных, но как вдохновиться чем-то, да, вот эти платья мне прям понравились. Не то, что прям понравились платья, но идеи очень хорошие. Итак, значит, ну первое, я вам покажу вариант еще один угла, по-моему, очень хороший, подклешенная еще, беленькая. Ну, хорошо смотрится вот эта одна полоска, и внизу вот эти три полоски. Хорошо смотрится, понравилось мне такое платье. Покажу вот это сине-белое платье еще. Это, ну, это я вам такие обычные показываю, но вдохновиться вот на вот на полоски, на разные, я думаю, что в этих платьях можно. Тоже хорошее, хорошее, сами вот эти вот полосы хорошо сделаны, ничего сложного в этом платье, как вы понимаете, нет. Дальше вам покажу платье. А, еще вам покажу вот этот, все я хотела себе связать брюки, потом, в общем, брюк не получится в этом году, и такого костюма тоже не получится, потому что, ну, скоро зима уже, не буду вязать, но как костюм очень хороший. И еще в этом костюме хотела, знаете, ну, как сказать, для себя я так думаю, что если шорты будут длиннее, они не будут так смотреться, как вот они короткие такие смотрятся. Вот это я еще вам хотела сказать. Так, ну, и переходим, какие платья мне понравились. Они вязаные, не вязаные, скорее всего, они как бы больше шитые. Вот это платье мне очень сильно понравилось. Оно, естественно, не вязаное, но если сюда подобрать хорошие нитки, такие, знаете, не гладкие, а какие-то, ну, такие фактурные нитки, и если сюда еще пару бусинок или чего-то такого добавить, то, в принципе, можно этим платьем вот руководствоваться. Вдохновиться этим платьем, я думаю, что можно. Вот такое вот платье. Потом мне понравилось вот это платье. Я так его рассмотрела немножко. Мне кажется, что оно вязаное. Ну, может быть, оно и готово. Ну, из ткани сделано, из какой-то. Но вот сам вот этот рыхлый, рыхлый вот эти вот, ну, вот рисунок этот, ну, в общем, я не знаю. Оно, конечно же, шитое, это платье, ну, почему-то мне кажется, что можно его, ну, не знаю, можно, не можно сделать его, но идея такая вот, ну, интересная. Так, дальше вам показываю платье. Дальше показываю платье такое, знаете, очень спорное. Это сарафан. Но если сделать такого типа платья какое-то, естественно, на платье, да, ну, на хороший, на красивый подклад. Даже если сделать, я делала как-то с крупным таким рисунком, были крупные дырки я вязала. И под низ я подставляла подклад, который был, там были цветы, какая-то клетка была. В общем, все оно смотрелось гармонично. То есть, если под вот эту сетку поставить интересный какой-то подклад, то очень даже такая реальная, нормальная будет модель. Вот эту я вам хотела показать. И сейчас я вам покажу. В конце будет прямо мое, вот прям, прям классное платье будет. Так, еще вам хотела я показать. Вот такое вот платье. Я почему-то макраме всегда у меня, ну, как-то ассоциируется, вы сами понимаете. Ну, большее, на что я, у меня фантазии хватает, это сумка. Вот. А это макраме связан вот такой вот прекраснейший сарафан. И я посмотрела, это модель 22-го или 21-го года. Это модель. Но почему-то она мне ни разу не попадалась. А очень, ну, понравилось. Мне вот цвета просто подобраны. Очень хорошее. Я бы в таком платье ходила бы, если бы я его сделала. Ну, то есть макраме-то не проблема, да? Там простейший узел идет. Ну, понравилось мне платье. Хорошее очень. Не знаю, как вам. Я же говорю, показываю вам такие, ну, неординарные платья, которые вот не то, что по схеме его вяжешь и все. А именно нужно вникнуть в суть и будете ли вы это носить или нет. Тоже такой вопрос. Вот это платье показываю. Да, оно шитое. Но здесь все такие вот элементы, которые можно вывязать. Сильно мне понравилось это платье. Сильно мне понравился вырез. Вот это место мне понравилось сильно. Ну, вот это кружево хорошо идет. И вот здесь хорошо оно. Ну, очень, как для вдохновения, как для вязания, вот вдохновиться этим платьем, можно и можно такое платье связать. И хорошо будет оно смотреться. Да, не спорю, это платье, оно готовое. И мой победитель, вот это платье, это платье связано, связано оно шнур. Ну, то есть есть такая техника, вы знаете, как она называется. Можно просто вязать цепочкой, вот цепочками, а здесь связано именно шнуром. Я не знаю, связано оно, или, ну, скорее всего, оно связано. Ну, вот я бы такое сделала. Ну, конечно, на этот подвиг я уже давно такими подвигами не занимаюсь. Но, в общем-то, потихонечку, может быть, можно было бы и попробовать связать такое платье. И не знаю, здесь шнур, а может быть, даже он и, может быть, даже можно купить шнур, готовый уже, и сделать такое платье. Платье мне понравилось, как для вдохновения, очень даже интересная моделечка. Вот такие вот у меня сегодня для вас новости. Еще раз вам показываю свое вот это платьице. Не знаю, сама схема, само вязание платья, оно очень-очень быстрое. И если это сильно не так, да, вот смотрится, как я сделала, черный спинка и цветной перед, то если его связать из однотонного и еще немножко приталить или здесь приделать шнурки и назад его вот так вот завязать, да, то приталенное, оно, конечно, будет смотреться лучше. Конечно, будет смотреться лучше. и, ну, не знаю, делайте свое мнение, понравилось, не понравилось. Я в таких вещах, то есть, ну, как сказать, я могу носить неординарные вещи на улице и будут все внимание обращать, и для меня это будет нормально. Но кто, если так, знаете, стесняется, то да, конечно, такие платья вязать, может быть, даже и не стоит. Хотя, я же еще раз говорю, не буду говорить свое мнение про это платье. Вот. Ну что, девочки, я вам хочу, хотела я вам пожелать, конечно же, мирного неба, спокойного, хорошего состояния и настроения. И хотела вам сказать, что у нас, как бы, в нашем деле ограничений нет. Ограничивает нас всегда, во всем это правила, придуманные кем-то. Кто-то придумал эти правила, и мы с вами, значит, мы с вами с детства и по самое, мы с вами посвящаем свою жизнь изучению этих правил. И если вдруг мы где-то отступили немножко в сторону, то все общество, оно же тоже учило эти правила, и все тебе говорят, нет, как ты так можешь, так нельзя. Почему нельзя? Ну, мало ли кто, что придумал. кто-то что-то придумал, это его правило. Пусть даже это правило вообще всех абсолютно людей. Но у вас есть свое мнение, и я думаю, что если вы не будете, не так слепо будете следовать за правилами, прям вот точно исполнять, там, что написано на этикеточке, там, то я думаю, что это вот и есть творчество. Ну, по правилам это, это хорошо, а без правил это уже творчество. По правилам у вас никогда не получится что-то новое, да, у вас получится известное, ну, то есть увидели и сделали, ну, проблем нет, правильно? Правильно. А если вы доверяете себе, своему чутью, своему вкусу, то я думаю, что стоит пробовать то, чего вы никогда не пробовали. И пусть для вас правила, ну, пусть вы их знаете, но не обязательно этого придерживаться. Вот такого я вам хотела пожелать, девочки. Еще раз хочу вам пожелать мирного неба, хочу вам пожелать здоровья, пусть удача будет на нашей стороне. Всех люблю вас, всем пока-пока.